Как нарцисс забирает вашу красоту? Многие заметили, что длительное нахождение с нарциссом и вы теряете здоровье, портится кожа, волосы, вы начинаете плохо себя чувствовать, теряется внутри энергия, внутренний свет. Да, вы рядом с нарциссом находитесь в постоянном напряжении. Это стрессовая биохимия, кортизол, адреналин, норадреналин, это морщины, это постоянные зажимы, это портится кожа, это портятся волосы. Нарциссы нередко проблемы с щитовидной, с железой, с кожей, потому что кожа принимает на себя удар, это психосоматика не у всех, но у многих. И от нарцисса идет такой как будто ядовитый туман. Он же что делает? Обесценивает вас. Его задача выбить у вас почву из-под ног, чтобы вы начали сомневаться в себе. И вам внутри больно, вам плохо, вы не понимаете порой, что происходит. Он устроивает газлайтинг, и вы находитесь в стрессе. Падает иммунная система. И ведь нарцисс забирает ресурс. Он внушает, что с вами что-то не так. Вы перестаете в себя верить. Вы теряете связь с собой, со своей такой внутренней сущностью, со своим источником энергии, со своим истинным я. Его же цель – вашу душу прямо уничтожить, чтобы вы эту энергию ему отдавали. И когда вы теряете связь с собой, вы перестаете светиться изнутри. Мне же обесценивают все, что вы не делали. Все, что вам приносит радость. Занимайтесь каким-то делом обязательно одоблить. Мать нарцисс, свекровь нарцисс, не дай бог партнер нарцисс. Все, что вам приносит радость, будет обесцениваться, унижаться, уничтожаться. Потому что все, что нам дает настоящее счастье, звучит с нашей душой, с нашим истинным я. И представляете, стрессовая биохимия. Конечно, вы находитесь в состоянии стресса, у вас нет энергии. Чем дольше вы в отношениях с нарциссом, тем меньше у вас энергии. Вы перестаете светиться, вас люди не видят. Вы в пространстве не светитесь, вас не видят мужчины, вас не видят на работе, потому что у вас нет этой энергии, этой харизмы. Нарцисс прямо мастер манипуляции. И очень опасно долго находиться в отношениях. Почему? Потому что с нарциссом. Потому что жертва становится нытиком, она становится жалобщиком, она становится негативщиком. Ей становится плохо. Вы видели тех, кто долго с нарциссом в отношениях терпит свою мамочку нарциссу, или свекровь нарцисса, или своего мужа нарцисс, она терпит, она не идет на терапию, она не делает ничего. И потом, что происходит, она начинает сама вампирить. Или муж, например, у него мать-свекровь нарцисс, начинает вампирить. Они начинают вампирить. Человек-вампир красив. Вам нравится с человеком, который вампирит у вас энергию, или вам нравится с тем, кто отдает? Человек может быть физически не очень там совершенно имеет черты, но изнутри идет энергия. Это тоже аспект красоты. Нарцисс это забирает. И так как человек внутри голый, лодный, пустой, то он начинает у других подсасывать нытье, жалобы, втягивания в какие-то вещи. И поэтому, кстати, бесится тоже, когда терапевт может выставить большой ценник, потому что такая жертва, она заберет очень много энергии. Либо это уже психотерапевт, медицинский клиницист, может обычный психолог не взять. Потому что такой человек, он вытаскивает все. Это тоже надо понимать. И так, стрессовая биохимия начинает курить, выпивать, алкоголь, потому что плохо, потому что внутри же что-то не то. Конечно, портятся волосы кожи. Вообще, самое главное, вот все эти сказки, не сказки, как злая ведьма забрала красоту принцессы, или мачеха упачерицы, или злой колдун забрал, окуталась мороком чарами. Внушил, что с тобой что-то не так, газлайтинг устроил, что ты какая-то не такая, не такая, или мать, которая дочь опутала. И реально забирает вот эту энергию, понимаете? Я видела ситуацию, просто жуткой была на моих глазах. Девушка красивая, яркая, звонкая, наполненная, такая прям зайка, попала в отношения с нарциссом, там не сразу было видно, кто он. Он два года ей трепал нервы. По всем законам, вот этим ступеням абьюза, с газлайтингом, втащил ее в кошмарнейший сценарий лжи, в нарциссический горе. Она когда понимала, что что-то не то, он ей внушал, что у нее с головой не в порядке, она начала разрушаться. И когда это все вскрылось, я была в шоке. 30 лет что это такое, это ни о чем. Там сидела старуха. Когда это все вскрылось, знаете, вот у нее черно-серые такие круги под глаза, и вот такие морщины. У нас там все охренели, кто видел. Говорит, ты как старуха выглядишь. И горечь вот это, да, и боль, потому что они заберут. Нарцисс, это черная дыра, перестаньте их спасать. Мам своих мужей, подруг, перестаньте. Это черная дыра, которая заберет все. Красоту и утащит в эту дыру. Ну, именно так оно и происходит. Наводит некий морок. В следующих видео я расскажу про гипноз нарцисса. И потом эта девушка, она очень долго восстанавливалась. В 30 лет как старуха. У нее проблемы с щитовидкой были, там, с кровеносной системой, с эндокриной. То есть настолько он у нее эту красоту забрал. Вместе работа полетела, деньги, здоровье. Об этом надо помнить. Итак, отрицательная, ну какая такая стрессовая биохимия, кортизол, адреналин, норадреналин. Кожа портится, вам плохо, вам больно, вы жалуетесь или вы еще хуже уходите в себя. И изнутри перестаете светиться. То есть нарцисса цель сбить настройки вашей души с миром вселенной, с миром такой светлой кристальной энергии. Чтобы вы не светили, а чтобы вы питали его, вот этой едой. Вы перестаете светиться, вы теряете красоту духовную, вы теряете красоту душевную, а вы теряете красоту физическую. Чтобы этого не было, развивайте критическое мышление, учитесь ставить фильтр сознания, чтобы в него кто попал, не лез, не пакостил. И уровень инстинктов, интуиции. И чем мы больше связи с собой, со своими эмоциями, со своей душой, тем мы больше и быстрее их можем отследить. И конечно, это информация, знание, понимать, есть такие люди, как с ними не взаимодействовать. Если не получается, то надо просто банально обращаться за помощью, понимая, что личность может быть очень сильно порушена. И когда у человека уже просто летят системы организма, у него уже просто там летит здоровье, у него часто просто нет ресурса выбраться. Но этим занимается психотерапия. Повторюсь, далеко не каждый психолог сможет с этим справиться. Это уже психотерапия. Любите себя, ставьте себя в хорошем смысле слова на первое место. Не позволяйте разрушать свою душу, забирать красоту. Ну а если вы вперлись в такие отношения, конечно, просто проанализировать, сделать выводы и идти дальше. И скорее всего, большинство было в таких отношениях, кто посмотрит это видео. Мать, отец, партнер, свекровь, какие-то родственники, подруга-нарцисс. Просто надо понимать, что у психики очень много резервов. Мы, в принципе, женщины, как птицы феникса. Да и мужчины, наверное, тоже. Я вообще помню, выходя из отношений с нарциссом, из токсичнейших отношений, сделала себе татуировку феникса. Это реально, вот я просто сгорела, но родилась какая-то моя новая внутренняя сущность. Ну лучше, конечно, до этого не доводить. Потому что это такой, знаете, спуск в ад. Не каждый оттуда выберется. Любите себя, ставьте себя в хорошем смысле на первое место. И никто не стоит того, чтобы отдавать жизнь, здоровье, красоту. Может быть, мы играем в спасателя. Может быть, мы хотим спасти себя. И мы можем этим заразиться. Чем дольше мы в отношениях с нарциссом, тем мы больше можем этим заразиться. И потерять свою вот эту первозданную красоту. Поделитесь в комментариях. Видели ли вы, как женщины или мужчины, сталкиваясь с нарциссами, теряли красоту? Теряли и душевную, и духовную, и, конечно, физическую? Как из этого вообще выбирались? Что делали? Давайте в комментариях обсудим. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok